здравствуйте дорогие друзья меня зовут полина также известная как парнадо у нас новый ведущий грибы который будет нам сегодня целый день мешать поэтому будет много хороших кадров для нашего юбилейного подкаста мы вам это обещаем но сегодня наша цель сломать ваши представления о бил тайне этим и займемся и так казалось бы зачем записывать очередной подкаст про бил тайм выше в прошлом году это делали но между тем прошел целый год и за этот год мы все таки не сидели на месте мы развивались мы становились лучшими придумывали новые проекты мы выдумали колесо проекта и наложили его на колесо шабаш и произошло вообще целая куча всего и этот бил тайм будет очень очень сильно отличаться от того что было в прошлом году и от того что вообще кто-либо когда-либо делал поэтому мы решили с вами поделиться и записать этот подкаст и так чем же мы будем заниматься в этом году ну как обычно пойдем битцевский парк тут уж гадалки не ходи у нас уже такая мдвшная традиция ходить битцевский парк на бил тайм конечно же мы будем сжечь шашлыки возможно будет какой-нибудь хэндфастинг мы надеемся что кто-то захочет соединиться брачными узами в тот день когда бог и богини любят друг друга вот но между тем у нас будет продолжение нашего колеса проекта и наш был тайм вот этот праздник любви праздник страсти плотского размножения и зачатия до должен каким-то образом влезть в колесо проекта возможно вам покажется как это сделать о боже но между тем мы решили расширить само понятие любви и посмотреть на него ну вот с точки зрения русского языка вы никогда не задумывались почему можно сказать что я люблю устрицы я люблю своего мужа одним и тем же словом вот слово любовь имеет в русском языке очень много значений мы можем любить своего партнера до девушку там парня мы можем любить своих детей мы можем любить свою семью мы можем любить своих друзей мы можем любить свое дело мы можем испытывать страсть к творчеству да мы можем любить себя и нам кажется не очень правильным или неправильным в общем как-то так нам кажется неправильным что все это упускается в белтайн да то есть любовь рассматривается только с одной вот этой размножательной точки зрения. Между тем мы живые люди, и мы можем оставлять свой след в истории не только с помощью детей, мы можем развиваться не только с помощью семьи. Поэтому это всё, на наш взгляд, должно иметь отображение в Биллтайне. Что же мы будем делать и как мы всё это впишем? Итак, что же у нас будет на этот Биллтайне? Мы соберёмся в лесу, отыщем какую-нибудь укромную поляночку, вот, забуримся туда, ну, что-нибудь перекусим и вперёд ритуалить. В этом году наш ритуал Биллтайна будет проводить Богдан. Ему, тут я сделала небольшое отступление, у нас есть такая традиция, что, в принципе, в московском доме Викан любой человек может провести ритуал. Естественно, не первый встречный с улицы, но если он уже достаточно ходит, мы знаем этого человека, и у него есть свои идеи, которые он хочет реализовать, то он может это сделать. То есть, каждый ритуал может быть совершенно не похож на предыдущий и может иметь абсолютно другую, не знаю, наполнение, абсолютно другие оттенки и выглядеть совершенно иначе. Нам кажется, что это очень интересно, потому что люди могут попробовать действительно разные подходы к одному и тому же. Тем более, что мы уже собираемся три года, да, и все эти три года ритуалы были абсолютно разные. Поэтому мы поддерживаем такую вот тему, того, что ритуалы должны проводить разные люди. В этом году это будет Богдан. Я буду выступать в качестве второй жрицы, я буду ему помогать с визуализациями и раздавать всякие фишечки людям, которые будут стоять в круге, вот, и вообще пафосно присутствовать в круге. Вот. Мы начнем наш ритуал. Он будет в этом году более... Я выбираю слово пафосный. Что я имею в виду? Я не имею в виду пафос в смысле голомура, да, а пафос в его словарном значении, как возвышенный, театральный. То есть, если вы когда-нибудь слушали, как сказать, есть ритуалы, которые проводятся вот от души, да, и голос человека, который его проводит, он в принципе не меняется. Но есть ритуалы, и техника проведения ритуалов, когда вы намеренно изменяете свой голос, то есть делаете его более низким и театральным, чтобы все услышали ваши слова, и чтобы слова проникли в самую суть нашего бытия. Да? Вот так вот. Вот. В прошлом году к нам приезжала жрица Радмила из Англии, и они с Гвиденом провели для нас традиционный горнарианский ритуал. Они показали, как это делать. Ну, естественно, не все тайны нам раскрыли, но просто пример привели. Вот. И многим из нас очень понравилась вот эта вот постановка голоса. Не просто сказать слова определённо, но ещё сказать с определённой антонацией, с определённым выражением лица даже в том числе, да. Вот. И Богдан хочет привнести вот этот элемент в наше празднование Биллтайна. Поэтому Биллтайм у нас будет пафосный, высокопарный и немножечко церемониальный. Речи там будут прописаны, мы будем писать, мы написали ритуал, мы его учим, да. Вот. И мы будем говорить чётко запланированные вещи. Когда мы откроем круг, когда мы сделаем всякие важные дела, мы перейдём к нашей вот этой вот самой магической части, где мы будем делать что-то, связанное с планированием. Так вот. Как я уже сказала вначале, Биллтайм – это не только плотская любовь, но и любовь к своему делу, да. Если вы помните, если вы следите за нашими подкастами, то на Йоль мы мечтали, на Имблок мы планировали, и на Старый мы делали первые шаги. Что важно, вот если у вас есть какой-то проект, если вы хотите там открыть свою фирму, или выучить английский язык, или, не знаю, там, найти свою любовь, самое важное в любом деле – это не терять мотивацию, не терять страсть к тому, что ты делаешь. Это бывает со всеми. Вы начинаете учить английский, и вам становится скучно. Там первое время вы испытываете вот этот восторг, воодушевление, а потом всё как-то начинает забывать, или начинают находиться какие-то более важные дела, да. То же самое в плане, там, если вы хотите открыть свой бизнес, или вы хотите заниматься, там, хендмейдом, даже в плане того, чтобы найти свою любовь. Как много людей теряют мотивацию к этому, отчаиваются, говорят, что, ну, вот мне не везёт, значит, видимо, не судьба, и просто плюют там всё это, вместо того, чтобы попробовать что-то новое, поработать над собой, или ещё что-то сделать. Многие люди действительно теряют мотивацию даже в таком страстном аспекте, как любовь. В нашем ритуале вот этот аспект мы будем прорабатывать с помощью изготовления жезла мотивации, как мы это назвали, или жезла страсти. Жезл это будет делать каждый человек для себя. Вначале я, главжрица, возьму у главжрица корзинку с розами, у нас будут розы, и мы их раздадим каждому человеку. Роза – символ страсти, символ любви, поэтому, я думаю, тут всё очевидно. Она будет основой нашего жезла, а поскольку она основа, когда мы начнём медитацию, мы будем медитировать с этой вот розой, и мы будем ассоциировать её с собой, что это наше основание, да, как роза станет основанием жезла, так и мы сами станем основанием нашего дела, потому что, в принципе, без нас любой проект невозможен, да. Вы не можете найти свою любовь, если нет вас. Вы не можете открыть фирму, если нет вас. Помимо того, что роза будет представлять основание как человека, да, оно будет представлять любовь к себе. То есть мы, вот у нас с прошлого, нашего ритуала, каждый человек получил свой камень-помощник, да. Этот камень-помощник, он должен нам помочь в достижении нашего дела, он должен был нам помочь сделать шаг, то есть решиться, набраться смелости и сделать шаг по направлению к своей цели. Мы соединим всё это, вот я как это представляю, мы соединим всё это где-нибудь внизу живота, потому что здесь наши корни, да, и здесь у нас находится чакра солнечного сплетения, например, да, вот тут. Она означает энергичность, она означает умение взять себя в лапку и пойти. Вот, а потом мы соединим её с розой, представим, что всё это сливается воедино и поднимается к нашему сердцу, да, центру нашей любви и нашей страсти. Так вот, когда мы, собственно, ассоциировали вот эту вот розу как основание нашей любви, то есть как я и как наша любовь к себе, мы возьмём ленты. У нас будет роза, обвязана двумя лентами. Одна лента будет означать любовь к людям, да, то есть это может быть любовь там к своему мужу, жене, парню, девушке, там, неважно кому. Это может быть любовь к нашим близким, это может быть любовь к нашим детям, к нашим друзьям и так далее. То есть это такая вот любовь, которая любовь. А вторая ленточка будет ассоциироваться у нас с любовью к своему делу. Соответственно, к каждой ленточке мы будем делать свои собственные визуализации, да, и потом всё это вместе мы заплетём вокруг розочки, у нас получится такой жезл. Заплетать мы вначале будем просто, ну, как бы обмотаем так и всё, а дома человек может уже там какими-то узлами заплести, украсить бусинами, в общем, всё, что захочет сделать. В принципе, можно, но поскольку это роза, да, у неё ещё свежий ствол, можно даже там вырезать что-то ножом, например, какие-то символы, которые связаны там с достижением успеха и так далее, или с любовью, со страстью, в зависимости от того, что для вас приоритетно в данный момент времени. Что ты делаешь-то? Вот, Гриба решил устроить своё собственное колдовство. Давай, иди сюда, и будем продолжать рассказывать про белтайн людям. А то ему интересно. Так мило. В благодарность богам и в благодарность местным битцевским духам за то, что они вот помогут нам провести сей ритуал, мы сделаем подношение. Подношение у нас будет особенное в этом году. Мы сделаем веночек. Вот, мы возьмём какую-нибудь основу из... Ну, я наберу каких-нибудь палок и вывок, сделаю основу, и вокруг мы будем уже вставлять какие-то цветы, ленточки, там, семена, хлебушек, в общем, какую-то подкормку для животных, которые они смогут съесть. Вот, и всё вот это вот мы повесим на какое-нибудь дерево красиво, пафосно, с соответствующими словами. Вот, знак признательности и богам, и, собственно, местным духам за то, что они вот уже который год принимают нас в свои обители, всё ещё не выгнали нас оттуда. Специально для Богдана. Конечно же, на Биллтайн у нас будет майский шест. Это настолько банально, что я даже не хотела об этом рассказывать, но Богдан настоял. Майский шест у нас будет. Мы встанем вокруг майского шеста, возьмёмся за ленточки и будем шест заматывать. Но в этот раз мы будем делать это внутри ритуала. Это будет собирать энергию любви, страсти, энергию Биллтайна в нашем круге. То есть это будет уже после построения круга, чтобы собрать вот эту энергию страсти, а потом уже в наших визуализациях, медитациях мы эту энергию перешлём в наши магические предметы, которые мы будем создавать в процессе ритуала. За всем мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Наши подкасты становятся всё более и более домашними. Скоро мы будем детей кормить прямо при вас. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, вы узнали что-то новое о Биллтайне и наполнили с идеями. Кстати, мне очень часто задают вопрос, а что можно делать на Биллтайне. Теперь вы знаете, что вы можете сделать. Вы можете посвятить его любви. Вы можете посвятить любви не только к людям, но и к делу, к себе, проработать всё это. Так что пользуйтесь, празднуйте Биллтайне и ждите наш юбилейный подкаст. Он всё ближе. Пока!